Как это происходило? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Леопаи 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 чар но вот удары по корпусу у леопаи проходит вот мы видели до комбинацию правы в туловище левую голову чару в этот момент нельзя стоять да хотя бы хотя бы чуть-чуть и шаг влево шаг справа делать и побольше джебом на раба больше джебом данного скажи водка да вот держать его на джебе но я не знаю вот настрой его сейчас как тренера ему сказали что движение именно движение должно быть но втором раунде в первой половине он пропустил очень хороший удар вот видите опять остался и остался на дистанции линии огня как говорят не было пытается так таким образом перебоксировать что ли просто вот и все серьезно бьет очень один получает откровенный но может без хитростных чересчур но тем не менее смотрится зрителям такое нравится ну так называемый бес бескомпромиссный до поединок ну хотя бы вот сейчас вот такие вот отклончики небольшой шаг назад надо концовочку выиграть чар хорошо комбинирует и мы заметили левый по печени левый в голову и правый снизу прекрасные великолепные три удара он бы еще бы проводил бы четко только их надо делать третий раунд друзья у нас бой боксеров супертяжелого веса мануэль чар против алекса ли афа и второй раунд получился довольно интересным зрелищным боксер обменивались ударами чару удалось несколько хороших комбинаций пару раз он снизу попал очень неплохо ну вот судя по тому что мы видим вот эти первые секунды третьего раунда в тактике ничего не меняется боксеры минимально двигаются по рингу каждый старается просто вот в таком размене что ли практически как-то перебить соперника опередить нанести более сильный удар но чар чуть-чуть чуть-чуть поточни его здорово попался попал развернулся непонятно ли я пока что удар был не живой он вернулся после этого чар нанес удар но команды стоп не было горсков по мне успел сказать что до стоп момент но сейчас будет перерыв до пяти минут возможно отдыхать боксеру нет продолжается все ли по и показывать что он готов пока я думаю что можно сделать вывод о том что чар лучше готов к этому бою даже точки зрения тактики потому что прошлом бою не мысли не выдумки вообще ничего не наблюдалось с его стороны здесь все-таки есть намек на то что он готовился к этому бою и я думаю физически наверно изучил соперника да потому что с тем французским соперником по моему вообще мою вышел в ринг просто так правым апперкотом пытается чар опять встретить ну либо и видит его уже понимаете уже видит но он сбивает атаку самовы лифа и в этом надо но и все же наверное нужно ему правильнее не единичным апперкотом да все-таки начинать с другого удара для того чтобы вы его вывести себя на сильно выбросил правый апперкот чар ну вот этим ударами снизу чар тревожит соперника хороший джеб проходят сверить четко про мбл так потихонечку потихонечку но набирает очки вот начал чуть двигаться но этот раунд выдался можете поспокойнее если вот только концовка четвертый раунд друзья напоминают и 10 раундов поединок и по и надо все-таки что-то предпринять что-то по вот неплохо правым прямым но легким попал что-то надо делать потому что где-то со второго раунда наверное проигрывает бой он неплохо начал но потом чар все-таки начал свою тактику притворять и у леопа и уже не так хорошо поэтому я говорю ему надо сейчас что-то попытаться предпринять может быть добавить в динамике все-таки он какой-то уж тягучий такой медленный совсем общение что он без настроения какого-то вышел ну вообще он такой человек который в своих эмоций почти никогда не проявляет открыто истинный самуанец кстати родился но хакуниш танцевал перед началом это больше для регби свойственно кстати родился леопаев деревушке в которой сейчас население всего лишь 2000 человека уж тогда представьте в конце семидесятых в семьдесят девятом году когда леопай родился ну для самого 2000 человек это город регионального значения а то и мегаполис так ну вот середина раунда у нас уже апперкоты джебы вот когда работает чар джебом он неплохо выглядит и дальше у него получается развивать свои атаки и леопаев не может пройти этот джебу снова право апперкот хорошая серия великолепная просто и по и почувствовал раз он делает но это не нужно было делать за это сейчас предупредят чара излишне агрессивность такая которая не нужна хорошая была атака великолепную серию он провел и обычно когда боксер после этого как перчаткой показывает мол один из меня я знаю что он действительно почувствовал был в таком опасном положении надо было продолжать том же духе они толкаться ты может быть есть вопрос акклиматизации потому что из австралии в россию путь не близки особенно ему в москву и мы не знаем когда леопаи приехал под конец забирает раунд маной чар все тактически правильно он мне приближается к середине пятый раунд сейчас будем смотреть друзья напоминаем тяжеловес и мануэль чар алекс или а по и вот так под начал двигаться мануэль чар он умеет и на публику поработать он умеет и соперника попытаться вот так сбить толку неожиданными такими сменами ритма такими эскападами что ли неожиданными но вот что он хочет этим показать он двигается он уходит от атак он вызывает соперника хорошо же встретил неплохо остался у канатов пробил левый навстречу я сейчас вот думаю над тем то что мануэль чар он никогда не был таким уж элитным боксером да и наверное никогда не будет но если он хорошо готов тактический поединку да он вечер действительно не испортит и покажет хороший бой по всем случае московская публика его уже полюбила в московск несмотря на то что он по-разному может неожиданно выступить но тем не менее уже как в свои здесь считают на него ходят он умеет себя подать он умеет показать харизма определенная единственное что его проблема в том что иногда этот артист и выходят вместе с ним на ринг и это начинает мешать иногда не совсем тщательная подготовка и не совсем тщательное соблюдение режима я помню однажды перед одним из боев я застал его здесь на улице у входа у служебного входа и что вы думаете он делал что же курил сигарет ну правда вы его бой был не первый там а это было в самом начале еще до начала поединку где-то вообще до начала вечера минут за 30-40 но тем не менее да вот такой вот мануэль чарф ну мы видели и другие более яркий случай когда рикардо майорга сразу после боя в ринге курил сигарет австралии жалуется что опять удар был ниже пояса ну так иногда огрызается леопаи но все-таки видимо потерял он в силе справа хороший удар да ну вообще вы обратили внимание даже не дернулась голова у леопаи но он довольно много от владимира кличко вытерпел да ну половину боя до почти пятом раунде он был пятый раунд но до этого момента он постоянно шел вперед и очень много пропустил ударов тяжелых ударов хорошая концовка итак половина боя позади друзья начинается шестой раунд мануэль чар пока смотрится совсем неплохо вот в концовке прошлого раунда леопаи пытался пойти в такой размен ударов ударами навязать такую маленькую драку но даже в этом эпизоде мне кажется чар выиграл посмотрим что будет сейчас может леопаи прибавит во второй половине кто его знает чар еще делает очень правильную вещь он взрывается в концовке каждого раунда удар молотка о том что остается 10 секунд он взрывается проводит комбинацию даже если не всегда точно но это создает впечатление на суде на суде ну это такая практическая уловка которая обязательно особенно в профессиональном боксе даже в любительском боксе вторую половину раунда по-моему всегда считают как-то более предпочтение отдают чем начало ну конечно потому что все зависит от физических кондиций боксера и как он дальше продолжает бой поединок ну вот шестой раунд шестой седьмой раунд они будут во многом определяющими леопаи сможет что-то передернуть что-то поменять либо будет так и будет катиться с небольшим опа вылетела с постоянным преимуществом кучара капа вылетела как-то непонятно да он сделал движение головой как будто сама выскочила пытался он ее поймать тройной джеб ну потому как развивается бой и потому как действует леопаи как-то не видно что он сможет что-то сделать и переломить так не то чтобы тяжело но уже тяжеловато дышит алекс вот эти размашистые удары я думаю признак того что не практически ничего у него не получается не получается реализовать те задумки которые у него были если были конечно ну а чар начал чуть больше двигаться на ногах видите пошел вниз явно стал больше двигаться даже подсаживаться стал и больше двигаться на ногах видите сейчас чуть не заставил горского зрителям нравится артист одно слово ну в принципе это гладиадорский бой правильно рефер делает замечание что ребята давайте все таки как-то будем переходить это не шоу танцы со звездой это не балет стоп да опять удар ниже пояса ну и давайте отметим горсткова работа ног с годами не уходит ну вообще это точно молодец это вообще чар конечно своеобразный боксер разозлился лепо и так резко пошел вперед в конце кто-то его очень раздражает он только к судье обратиться что что какой-то удар был то ли ниже пояса то ли еще что сейчас вот явно был так обозлен но у нас Дмитрий Кудряшов на экране Дмитрий Кудряшов следующий бой у него показывают раздевалку Дмитрия тут я слышал ставки делают многие реальные ставки на какой секунде он нокаутирует соперника напомню последний бой там была 39 секунда 51 а до этого рекорда у него был 31 20 или 19 да что то такое тут в начале нашего сегодняшнего вечера наши комментаторы Лукинский и Вишневский вспоминали ну разговор о деньгах зашел вспомнили бой в Майблезерпакео и вспомнили что все равно за раунд больше всех зарабатывал Тайсон в пересчете на деньги у него там 200 с чем-то тысяч получалось за один раунд я думаю вот Кудряшова если сейчас начать платить ему нормальные деньги вот может побить рекорды Тайсона ну а мы возвращаемся к нашему бою седьмой раунд Алексей Леопае Леопае уже вперед он завелся в конце прошлого раунда я думаю что вот эти игра Мануэля Чара его так бы не заигрался да кстати Леопае парень такой с ним действительно лучше не зевать ну вот видите ни одного точного удара не ну в туловище попаду ну нет правда не в той стороне где особенно опасно прекрасно видите все три удара да и все три удара там а Чару в этот момент из угла подсказывали раз два раз два три четыре и по сути он это исполнил на рейдинге здорово снизу попадает в обвод туда защиты хорошо Чар попадает не он выигрывает конечно кроме первого раунда который такой был непонятно ну первый раз разогревающий один один как бы десять десять и далее да когда он начинает действовать вот передней рукой да так четко у него ох здорово все хорошо получается после еще раз на долю секунды опережает правой рукой но на грани на грани сам фола может пропустить левый сбоку ну у Леопа этот левый сбоку довольно длинный удар длинный да не же пояса нет он бил точно в живот Леопаи сбил удар сбил удар да и тут Чар не виноват ну поэтому так получилось да конечно не виноват вот такой джеб в живот бил левый боковой от Леопаи ему конечно нужно что-то придумывать на эти атаки Чара справа уже который удар он пропускает но он и хочет поймать его левый сбоку мы же видим все что он заряжен на этот удар но чуть-чуть доли секунды опаздывает но он но Чар молодец он его чувствует опережает вот посмотрите снова отлично под конец раунда легко красиво готовит правый снизу и не оставаться и попал посмотрите попал и правый сбоку и прямой ну после гонга то ведь не надо не надо пожалуйста артист артист с балета начал балет гимнастикой закончил блин «со варим» три раунда. до конца поединка в принципе уже особой интриги не остается если только Леопаи что-нибудь сверхъестественное не удастся сделать но мы видим как он настроен только на левый сбоку он все хочет сделать и только левым сбоку и и готовит любой атаку любое движение для того чтобы завершить атаку левым сбоку чар это понял чар это понял и чуть-чуть на доли секунды опережает опережает и все еще раз напомню что до боя многие опасались что чар проиграет опять говорили чайчурус сильного соперника выиграл для этого поединка но он выбрал он подготовился молодец здорово смотрите все три удара все эти все четко в цель в голову прошли все три удара жестких два боковых и снизу 3 года дырявый блок у алекса леопа и вроде руки на месте чар прошивает защиту но честь и хвала мануэлю что выбрал такого соперника что подготовился потому что действительно были сомнения в его подготовке к этому бою тем более с момента прошлого поединка прошло то всего чуть больше месяца 9 10 апреля мануэль выходил на ринг здесь москве бесславно но поймал кураж чар а как начинался на он стоял просто сейчас начал двигаться почувствовал силу себе уверенность раскрепостился до хорошей серии до до начале раунда сейчас в середине судья молодец тоже евгений горсков просит только что сейчас каждому старик теперь другую сторону ну а леопа и бы просто шаг в сторону сделать а он просто идет за соперником но это удар был чуть чуть не ниже пояса просто липой надо просто отдохнуть сейчас да он подустал пропускать про устал ну ладно ну что жаловаться на каждый удар там даже нет был удар удар в локоть хороший удар был конечно вот так правый боковой мощный продолжает но сейчас вот эти боковые удары за шальные шаль не очень опасно и апперкотом заканчивается вот эти длинные боковые удары по моему именно этим ударам лучше всего больше всего лучше всего учат на саму вспомним тула который бросал такие же удар левый крюк его был убийственный просто смотрим повтор отлично видите вот проходит ну четкий удар правый снизу вообще подбородок великолепный повтор и 2 реверанс нашей бригаде режиссерской операторской напоминаю денису ленин мастер своего дела ну и левый боковой пропустил правда не настолько жестко но все же попадание от алекса леопая не стоит заигрываться чару ну мы будем не забывать что это все-таки тяжеловесы да это люди которые обладают крутирующим ударом мгновенным и здесь каждый удар считается каждый удар питается да и каждый удар потом отражается ему сказал знаете нам сидя возле ринга всегда кажется что вот надо было сделать это когда выходишь туда там чуть чуть другая ситуация чар по-своему построил бой тактику ведения во всех случаев видно что он построил у него есть этот план он его придерживается он его воплощает вот григорий правильно говорил что в предыдущем бою он вышел вообще непонятно зачем что делать не был подготовлен ну и в прошлом бою вы видя шару как города вы видели его что он не был физически даже готов да он сдулся по сути концов а сейчас вы видите да и фигура у него и чисто боксерская стала и он стал похож на боксера отлично правой сбоку опережает опережает на долю секунды видите я думаю что тренера построили бой для того чтобы ну будем так дать ему прокачаться и дать продышать вот эти все раунды которые он должен будет потом приобрести уверенность приобрести уверенность 12 даже в 12 раунде он будет боксировать и чтобы он попадал видите двоечка прошла очень хорошая правая достигла цели а Леопае остановился да Леопае очень много пропустил очень много да защищай себя в любой момент времени то что рефери говорит перед началом боя сейчас Леопае немножко зазевался пытался нанести оперкот справа но неудачно он замедлилась замедлился очень и так-то быстрым не было сейчас сейчас спокойно ушел из угла но вот может даже бьет джеб левый видите что-то думает когда уходит хочет или справа и сбоку ударить или правой снизу Леопае видите все заряжено налево и сбоку и пропускает очередной оперкот предпоследний раунд заканчивается хорошо зрителям понравилось бой зрелищный не скучный и чар оправдывается перед московской публикой Андрей Рябинский на наших экранах друзья человек который держит его команде который может сказать предоставил кровь этому боксеру и тот отвечает взаимностью особенно это видно в сегодняшнем бою возможность проявить себя снова нам повторяют эти удары справа от чара которые проходят и проходят право апперкот вот два таких самых главных удара чара в этом бою правый апперкот и правый сбоку ну алипая все время хочет задавить левый сбоку все время хочет почему-то почему-то один удар показывает при этом он ему так в общем-то и не удался ни разу толком но вроде бы поживее ли а по его за левый сбоку не было право снизу попал чемпионский раунд он хочет выговорить сейчас на чару надо быть внимательным именно вот здесь в этом раунде алиопая похоже вышел на последний раунд отдать все силы которые у него остались метод на первых секундах 1 1 минуты до что будет потом да он уже кажется замедляется я про аликса леопа и ну вот так свистят и ударим на цели сейчас по защите чар пошел в клинч все правильно делает здорово джебом останавливает отбрасывает назад чар я жду вот дал такую возможность поработать сопернику чар сейчас должна где-то либо счастлива уже начали последние минуты должна все-таки быть вспышка с его стороны мне кажется мы помним те серии которые он проводил седьмом восьмом раундах видите все равно попадает и правый снизу левый снизу капа выпала у леопаи отчерпим временем зря время не теряет обращается к публике артистизм прием розетку поддержки поддержки исходу начинает встречает джебом соперник включил ноги вот так вот совсем немного до конца боя остается липой не удалось и этот раунд хотя бы выиграть неожиданно начал бить правый сбоку надо было раундов на 6-7 раньше начинать раньше начинаем да ну чар встречает опережает очень уверенно ушел у канатов ну что ж хороший бой молодец поздравим мануэля публика ему отвечает взаимностью ну что бриллиантовый мальчик вернул себе немного утраченного блеска какой-то мере да вот такое отношение к сопернику демонстрируют а лейбай провел очень серьезный бой через месяц снова драться ему друзья но уже на родине будет на родине но все равно через месяц ну там правда и соперник не такой уж ну да соперник там слабенький с десятью боями за плечами всего вот такое взаимное уважение друг друга не только боксеры демонстрируют но и секунданты тренеры аман эльчар подошел к андрею рябинскому обнял его все правильно делает молодец вот левый боковой от ляпа и редкий как на удар на котором заряжается заряжался весь поединок проходит но здесь чар встречает ну что очки посчитанные сейчас александр загорский выйдет на ринг и объявит нам итоговый счет этого боя что перчатку бросить зал как обычно вы этого сейчас не видели друзья нам показали как он поздравил и поблагодарил собственно за все андрея рябинского а сейчас я только что бросил перчатку в зал вторую перчатку бросил в область туда где сидит борис лагутин да кстати но тут прямо напротив нашего комментаторского ну вот и все сами слышали что ты хочешь сказать он хочет чтобы все молились за бойцова это та самая футболка в которой чар появился на взвешивании молитесь за бойцова да через два месяца будет рожать он бы хотел чтобы все были с ним рядом и поддержали и помогали и молились за него помогите Денису бойцову но будем надеяться что бойцов выбор может он вас любит если вернуться не в ринг то хотя бы к нормальной жизни итак слушаем Александра Загорского мы обратимся к судейским запискам ladies and gentlemen of the end of action we go to the Georgia scorecards судья Калинкин 98-94 Джордж Калинкин 98-94 судья Наберих 190 Джордж Калинкин 100-90 и судья Литонов 97-92 и Джордж Литонов 97-92 ну что ж Александр Калинкин дал 4 раунда все-таки Леопай так он увидел этот бой ну Мануэль Чара поздравляем вы слышите реакцию публики в десяти раундовом поединке он одержал победу александр Калинкин проезжает Продолжение следует...